МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По кому уже ударила главная смета страны? И будет ли проведена работа над бюджетными ошибками? Перекати поле по неволе. Что толкает украинцев на поиски лучшей доли на чужбине? И как много людей покидают и готовы покинуть страну? Подробности недели в эфире. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Жуткую неделю пережила наша страна. Сотни обстрелов, тысячи снарядов, упавших на позиции украинских военных и мирные города, 11 погибших и 66 раненых. Есть жертвы среди мирного населения. Это самые большие потери за последний год. Украинских воинов, отдавших жизнь на войне, хоронят как героев. Раненых спасают всей страной. Сдавать кровь для солдат люди выстраиваются в очереди. Боевики накрывали огнем практически всю линию разграничения. Но самая тяжелая ситуация была в Авдеевке. Этот город под обстрелами неделю. Были перебои с отоплением, водой и электричеством. Как помочь пострадавшим людям и, главное, как погасить эту вспышку войны, мы будем обсуждать сегодня. За драматическими событиями на фронте наблюдают всю эту неделю и мои коллеги, наши корреспонденты. Например, Ирина Баглай, наш военкор, тоже попала под обстрел на этой неделе. Сейчас она на связи со студией. Ира, я приветствую тебя. Скажи, какая сейчас ситуация в Авдеевке? Продолжаются ли обстрелы? Алексей, добрый вечер. Сегодня город проснулся с хорошей новостью. Ночь прошла без потери среди мирных жителей и военных. Что же касается обстрелов, они не прекращаются. Правда, зона огня от Авдеевской промзоны сегодня днем сместилась в сторону Донецкого аэропорта. Со Спартака боевики обстреливали Пески и Опытное. Там по позициям военных, помимо минометов 120-го калибра, боевики били и из танка. К вечеру уже со стороны Есиноватской развязки начала работать артиллерия наемников. Пока это одиночные выстрелы в сторону Авдеевки. Какой будет ночь, трудно прогнозировать. За эту неделю с начала ожесточенных боев в районе Авдеевки в совместном центре по контролю за огнем подсчитали, что в сторону города и позиций военных боевики выпустили более 7 тысяч снарядов орудий разного калибра и типа. Это 8 вагонов. Помимо артобстрелов, в день военнослужащие отбивали по 5 в среднем штурмов боевиков. И это длилось почти беспрерывно. Неделю нужно отдать должное. Подразделениям 72-й отдельной механизированной бригады не выстояли, не сдали ни одной позиции. А в начале контратакой удалось зайти и на позицию противника. Причем на стратегически важную точку, откуда ранее месяцами противник корректировал свою артиллерию. Расскажи, а что происходит на других участках фронта? Есть ли там обстрелы? За эту неделю и за сегодняшний день обострение на линии соприкосновения было не только в районе Авдеевки. Обстрелы из минометов и даже из установок Град были и на Мариупольском направлении, и в Луганской области. Так, сегодня противник вел огонь из минометов по Красногоровке, Широкиному, Гнутовому. В Луганской области впервые за долгое время боевики обстреляли 120-ми минами серое село Катериновку, несмотря на то, что там даже военных позиций нет. По данным штаба АТО, за сегодняшний день погибших среди военных и мирных жителей нет. Один военнослужащий получил ранение. И уже вечером, как мне сообщили военные, обострилась ситуация на Светлодарской дуге. Там снова работает артиллерия боевиков. Пока что вся информация. Леша. Спасибо за работу, Ира. Моя коллега, наш военный корреспондент Ирина Баглай. А самыми последними новостями с линии фронта. Поддержать Авдеевку на этой неделе действительно старались все. В городе побывали и премьер, и министры, и депутаты. Президент Петр Порошенко даже обсудил ситуацию в Авдеевке и вообще на фронте с президентом США Дональдом Трампом. Этой ночью они проговорили почти час. Трамп обещал работать над тем, чтобы на Донбассе наконец-то установился прочный мир. Порошенко, в свою очередь, поблагодарил Трампа за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили также и будущую встречу. Ее подготовкой займется министр иностранных дел Павел Климкин. Ситуацию на Донбассе прокомментировал и вице-президент США Майкл Пенс. В интервью телеканалу ABC он сказал, что обеспокоен ростом насилия на востоке Украины. Напомню, при прошлой американской администрации украинский вопрос курировал как раз вице-президент Джо Байден. Кто будет куратором при нынешней администрации, вопрос пока открытый. Еще один важный вопрос. Ответственность. Как бы ни пытались переложить ответственность за ухудшение ситуации на фронте на Украину, сам характер происходящего позволяет понять, кому и зачем понадобилось это обострение. Под обстрел попал пункт выдачи гуманитарной помощи в Авдеевке. Боевики не раз нарушали договоренности о прекращении огня даже на короткое время. Не раз обстреливали и ремонтников, которые пытались возобновить подачу электричества в город. Так что вполне ясно, их цель нанести максимальный ущерб при фронтовым территориям. Жорсткое загострение ситуации в Авдеевке, навколо Авдеевской промзоны, обстрел цивильных кварталов и загибель мирных журналистов поранения, загибель украинских войсков, повна ответственность на этом лежит на российской стороне и боевиках, которыми она поддерживает. Постойно наш представник в специальном центре координации и контроля генерал Петренко, отривая соответствующие наказы министра обороны за моим доручением, постойно демонстрировал готовность для прекращения огня, хотя бы для гуманитарной паузы, для того, чтобы восстановить обеспечения, причем наголошу, не лишь на контрольованной территории города Авдеевка, а прекратить тот жах, который происходит сейчас в Донецке, с ограничением поставления светла и воды, до войны в Авдеевке жили больше 30 тысяч человек, теперь около 15 тысяч. Все, кто хотел покинуть прифронтовой город, сделали это раньше. Теперь едут неохотно. За прошедшую неделю из Авдеевки эвакуировали всего 300 горожан. Люди говорят, что ехать им просто некуда, да и дома бросать страшно, а спасаться от снарядов в подвалах они уже привыкли. Хотя боевики буквально накрывали город огнем. По Авдеевке выпустили почти 400 тонн боеприпасов. Это около 8 вагонов-снарядов. Как выживают люди в Авдеевке и что в городе сейчас после обстрелов видела Павлина Василенко? На этой неделе Авдеевка одна из самых горячих точек зоны АТО. Говорят, таких сильных обстрелов не было уже год. Ведь обычно бои ведутся на окраине, а на этой неделе боевики из тяжелой артиллерии и градов накрыли и центральную часть города. От этой стены осталась груда кирпичей. Снаряд на кухне Александра Антоновича прилетел вечером. Сначала он и не понял, что произошло. Когда вышел на кухню, опешил, в стене зияла дыра. Я же еще полдесятого пришел домой, еще чаю попил немножко. И так лег просто отдыхать, не раздеваясь, ничего. И в скорости как бабахнуло. Мужчина просит разговаривать с ним погромче. Плохо слышит после взрыва. Через два месяца будет восемьдесят. Первого апреля. На день рождения. Хорошо. Если доживу. Больше недели в доме Александра Антоновича, как и во всех домах Авдеевки, нет света. В 2017-м здесь живут при свечах и керосинках. Но зато в квартирах уже потеплело. Вода появляется на несколько часов. Игорь возит воду на велосипеде. Набирает в ближайшем колодце. За раз доставляет до 100 литров. Для семьи этого хватает на несколько дней. Альтернативы нет. Оставить это, чтобы мародеры все разорвали. Не охота. А пока есть, что-то двигается. А завод, вот, самое главное. Это отец нашей мати. И свет, и газ, и отопление. Авдеевку отапливают как сахимический завод. Но в понедельник вечером линии электропередач предприятия обстреляли. В ночное среду ситуация была критическая. Тогда в квартирах термометры показывали меньше 10 градусов. Природный газ, который мы начали брать, мы используем на ТЭЦ, для того, чтобы отапливать город и вырабатывать собственную электроэнергию. Сейчас мы работаем на 30% от своей мощности. Из-за перебоев с электричеством практически остановилась фильтрационная станция, которая очищает для города воду. Вчера в мэрии заявили, запасы иссякают. Это улица Заводска, недалеко от промзоны, где каждый день идут бои. На этой неделе Заводскую накрыла градами. Вот посмотрите, таких домов, пострадавших на Заводской, 9. Она уже привыкла прятаться от обстрелов в подвале. Когда боевики в очередной раз накрыли огнём город, женщины не было дома. Её сын до укрытия добежать не успел. Но остался жив. Чудом. Ну вот сюда шнально попал. И взорвался. А сын был там, он в шоке. Как он жив остался? Самые большие разрушения в старой Авдеевке. Уничтожены более 150 домов. Многоэтажки пострадали меньше. Городские власти говорят, в первую очередь помогут отстроить квартиры. Они на балансе города. А вот частному сектору придётся ждать. Он отновляется только за рахунок гуманитарной допомоги. Это так, как и я. Потому что законодательство так побудовано, что туда залучать государственные деньги, пока нет никакой возможности. У кого дома ни тепла, ни света, ни воды, собираются в пункте обогрева. Во время интенсивных обстрелов сюда приходили более 8 тысяч человек. Сейчас меньше. Чай? Можно? А с сукром? Конечно. С с печеньем? С с печеньем. Сушоночку. И пол Авдеевки будет в порядке. Это с первого дня какого-то началось. МЧС варит суп и чай. И компот тут был. В Бройной силу делали чай и горем кашу. Еду кто-то домой забирает, а кто-то ест просто возле палаток. Света нету, а у нас электрическая печка, негазовая. И пришли кашу на четверых попросить. Вот так мы выживаем. Тяжело нам жить. Когда-то война кончится. Рядом с полевой кухней палатка, где можно отогреться и подзарядить технику. В магазине заряжали за 5 гривен. Здесь халява пришли. Магазины работают через один. На генераторах. Ничего не подорожало. Все на том же уровне. Все те же цены. Ажиотажа нету. Все. Товар получаем, заказываем, привозят нам товар. Реализуем. А вот кушаем. Пришли колбаски взяли. Там этого огурчика взялся, хлебушка купили. Вот и все. А гуманитарку получают и идут, продают сразу ее. Но это же не все. Не все. Но идут и продают. А почему? Ну, подешевле, маслица, чтобы себе прийти купить водочку и пойти. Расслабиться. Расслабиться, да. Сегодня в Авдеевке все так же неспокойно. Боевики продолжают обстрелы, хоть и не так интенсивно. За всю неделю они обрушили на город около 400 тонн боеприпасов. Под прицелом почти 15 тысяч мирных жителей. Все эти люди остаются в городе. Говорят, бежать им просто некуда. Из Авдеевки. Павлина Василенко, Ирина Баглай, Сергей Дубинин и Андрей Костюк. Подробности недели. Телеканал Интер. И наконец-то появились новости о том, что в Авдеевке восстанавливается электроснабжение. Первое сообщение об этом появилось в Фейсбуке на странице премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Ему об этом доложили Павел Жибривский, глава Донецкой военно-гражданской администрации и вице-премьер Геннадий Зубко. Поблагодарил за эту работу правительство и Петр Порошенко. И сейчас у нас есть возможность задать вопрос самому премьер-министру. Мы только что ему позвонили. Владимир Борисович, это подробности недели с Алексеем Лихманом. Я вас приветствую. Доброго вечера. Скажите, вот по состоянию на эту минуту в Авдеевке уже есть свет или пока энергетики успели восстановить только сами линии электропередач? Все восстановлено, энергопостачание полностью восстановлено на место, на Авдеевку. И это очень большая победа. Я хочу еще раз поддякувати абсолютно всему, кто и днем, и вночьи працювали над тем, чтобы, с одного боку, обеспечить жить идеальность міста, а с другого боку, сделать все зависит от нас, чтобы восстановить энергопостачание, тепло, вода, электроэнергия. Это очень важно. Я был в Авдеевке буквально несколько дней назад и видел на свои очки эти очень сложные и ужасные условия, в которых живут люди. Но я хочу подкрасить, что жители Авдеевки являются большими людьми, они абсолютно стойкими, они не поддались на любые провокации. И это все дало возможность сегодня и військовым, и ДСНС, и национальной полиции, всем объединять усилия, и местные влады, и областные адміністрации, чтобы, в конце концов, мы смогли восстановить энергопостачание. Хотя, вы знаете, как было тяжело, мы только пытались что-то восстановить, как сразу происходят обстрелы, чтобы не дать нам возможность восстановить энергопостачание. И еще тысячи детей школьного века, майже півтисячи детей дошкольного века, много людей похилого века, людей-калясочников, которые сегодня находятся в своих домиках на четвертом, на пятом полосе без ліфтів и потребуют особливости внимания. Поэтому мы пытались максимально поддерживать каждого мешканца Авдеевки в такую сложную хвилину. Ну, сейчас все службы есть на месте, все знают, что нужно делать для восстановления. Окременно хочу поблагодарить всей стране за гуманитарную поддержку, за співчуття, потому что вантажи с продукциями харчеваниями, с всеми іншими вещами, будівельными материалами ехали из всей страны. И в помощи мы будем говорить прямо сейчас. У меня к вам есть второй вопрос, если позволите. Что, если боевики снова продолжат обстрелы? Готовы ли энергетики к тому, чтобы снова оперативно провести восстановительные работы? Мы все будем делать для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность и дать возможность отключения. Но мы не можем сегодня прогнозировать действия российских боевиков, потому что они каждую хвилину могут ударить по энергообъектам. Больше того, в тех местах, где мы пребывали, буквально через певный, очень короткий час провели бомбардувание. И вы знаете, что то местечко, где мы развернули гуманитарное, тоже было пошкоджено, были пошкоджены будинки. Сейчас наше завдание – поддерживать всех жителей Авдеевки, восстановить нормальное життя в городе, если, возможно, называть нормальным. Потому что загроза от обстрелов по всей линии з'явления российских боевиков, она залишается что хвилину. Спасибо, Владимир Борисович. Зрителям напомню, на мои вопросы только что по телефону нам ответил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Вы только что слышали словами благодарности премьер вспомнил волонтеров. Действительно, тысячи людей на этой неделе вспомнили о том, что значит быть волонтером. Гуманитарной помощи для Авдеевки по всей стране собрали уже столько, что люди там на месте признаются. Иногда они отдают помощь и в соседние города, помогают другим. Но что еще нужно в Авдеевке? Всем ли обеспечены наши солдаты на передовой? В чем нуждаются люди в прифронтовой зоне? В этой теме для разговора с Виталием Дейнегой, одним из самых известных украинских волонтеров, руководителем фода «Вернись живым». Виталий, я вас приветствую. Скажите, пожалуйста, со всей Украины в Авдеевку отправились уже, наверное, десятки, если не сотни грузовиков с помощью. Но чего при этом не хватает в городе и что уже везти не стоит? Ой, вы знаете, точно не стоит везти уже теплую одежду, средства личной гигиены, медикаменты. Я, в принципе, ну, там уже нужны такие глобальные штуки, как бы, да? Ну, то есть, понимаете, волонтерской помощью ты не починишь линию электропередач, которая идет в ясиноватую. Поэтому, в принципе, люди очень быстро спохватились и завалили Авдеевку таким числом гуманитарки, что пока не надо. То есть, пока эту гуманитарку уже, вот этот кризисный штаб во главе с Жибривским, уже они начинают развозить по другим пострадавшим поселкам. Потому что Авдеевка, она на слуху просто, но есть и другие, как бы, места. Да, пока, как бы, ну, пока, в принципе, жителям Авдеевки, как бы, ну, на нужном уровне там обеспечивается все. Тем более, что, вот, по моей информации тоже сегодня появился свет. Да, нам только что это подтвердил по телефону премьер-министр. Виталий, скажите, а что с обеспечением наших военных на передовой? Чего им не хватает? Чем им стоит помогать? Ну, смотрите, я вот буквально пару дней назад встречался с командованием подразделений, которые сейчас как раз стоят в промзоне. Как бы, да, и вот, ну, получается, от Малых Дач, как бы, и туда, аж до, вот, в сторону Красногоровки, которая вот возле Авдеевки. В принципе, смотрите, основные позиции стандартные, как бы, это тепловизоры, там приборы ночного видения, потому что все это происходит ночью в основном. И, как бы, ну, и кроме артиллерии, под артиллерию постоянно пытаются елезть пехота. И, пользуясь, как бы, ну, получается, артиллерия, они нас загоняют в блиндажи и потом пытаются атаковать. А, как бы, ну, нужны тепловизоры, но мы, слава богу, мы там, мы, другие волонтеры, тут, ну, вся Украина спохватилась и помогла. Нужны машины, да, потому что армия, к сожалению, до сих пор не обеспечивает джипами, да, нужны именно маленькие быстрые машинки. Вот, и очень большой вопрос, это беспилотная авиация, потому что все время мы очень часто опираемся на какие-то слухи и не совсем понятные данные о том, сколько техники приехало в Донецк, а, соответственно, что нас ждет там завтра. Потому что постоянно идет информация о пребывании личного состава и техники у боевиков, а по факту, как бы, ну, желательно это все посмотреть своими глазами и смотреть регулярно. Вот вопрос беспилотников там сейчас стоит достаточно остро. Понятно. В целом, в целом, как бы, ну, опять же, я говорю, вся страна спохватилась и достаточно хорошо помогла военным. Действительно ли вся страна, ну, вот, был подъем, да, последнюю неделю? Вот в прошлом году, например, многие волонтеры говорили о том, что стало гораздо труднее собирать деньги для помощи армии и жителям прифронтовых территорий. Говорили, что общество привыкло к войне, помогает неохотно. Сейчас вы с такими сложностями сталкиваетесь или нет? Ну, абсолютно. Когда, скажем так, мы относительно неплохо собирали все это время, и, как бы, вот, когда это началось, поступление, они просто такой, был очень большой всплеск. Поэтому люди просто ждали, как бы, ну, у людей свои проблемы, как бы, но когда они видят, что происходит что-то такое серьезное, они тут же активизируются. Общество, оно, как оказалось, оно про войну не забыло, оно просто на какое-то время заснуло. Поэтому и вопрос сборов, и то, что тяжелее собирать, да, деньги собирать тяжелее, но если что-то делать тяжелее, значит, надо просто чуть-чуть сильнее напрячься, и у тебя получится. Вот и все. Себя лично давно хотел вас поблагодарить за тот очень важный труд, но очень тяжелый, который вы делаете, но сегодня у меня есть такая возможность. Спасибо вам за ответы. Виталий Дейнега, волонтер, руководитель фонда «Вернись живым» отвечал на вопросы подробности недели. Обострение на Донбассе, конечно, не осталось в незамеченном Евросоюзе, но эксперты по внешней политике отмечают, что содержание заявлений все-таки немного изменилось, если сравнивать с тем, что европейцы говорили в прошлом году. В фокусе внимания угроза гуманитарной катастрофы. Мол, политики прежде всего должны остановить боевые действия, вернуть людям доступ к электричеству, воде и отоплению. Сначала это, а потом все остальное. Якобы гораздо меньше стало прямых обращений к агрессору и заявлений о санкциях, которые должны действовать, пока ситуация коренным образом не изменится. Как на самом деле воспринимают ситуацию в Европе, знает наш корреспондент Брюсселя Алексей Пшемыцкий. Он с нами на связи. Леша, приветствую. Скажи, о чем говорят европейские политики? В Европе обеспокоены происходящим так же, как и здесь в Украине? Ну или все-таки о своих проблемах они говорили больше на этой неделе? Алексей, отмечу, что несмотря на сложную политическую ситуацию внутри Евросоюза, в первую очередь в том, что касается противостояния террористической угрозе и проблемы беженцев, которая вносит все больше раздора между европейскими политиками, несмотря на это о ситуации в зоне АТО и в частности в Авдеевке, здесь, в Европе, говорили на этой неделе практически каждый день, а так в службе внешнеполитической деятельности Евросоюза, происходящее в Авдеевке, назвали вопиющим нарушением Минских соглашений и призвали немедленно прекратить огонь. Отмечу, что на этой неделе произошло и экстренное заседание АБСЕ, на котором также обсудили происходящее в Авдеевке. А в зону АТО прибыл замруководителя специальной мониторинговой миссии АБСЕ, который заявил, что наблюдатели ежедневно фиксируют тысячи нарушений режима прекращения огня на востоке Украины и что также есть подтверждение использования запрещенной Минскими соглашениями техники. Я отмечу, что в АБСЕ также призвали к немедленному прекращению огня. Но дух всех этих заявлений в первую очередь касался необходимости защиты мирного населения. Так в Европе призвали не допустить гуманитарную катастрофу и как можно скорее восстановить инфраструктуру в Авдеевке. Но вот таких резких критических заявлений в адрес России, как мы слышали, здесь в Европе еще в прошлом году на этой неделе из уст руководства Евросоюза не прозвучало. Пожалуй, наиболее критичным был генсек НАТО Йенс Столтенберг, который призвал Россию, цитирую, использовать свое внушительное влияние на сепаратистов на востоке Украины для как можно скорейшего прекращения насилия. Отмечу, что уже завтра в Европарламенте на Комитете по безопасности также рассмотрят ситуацию в Авдеевке. И одна из спикеров там будет вице-премьер Украины Ивана Клэмпуш Цинцадзе. А уже на этой неделе сюда в Брюссель также прибудет и премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который, вероятно, попытается уже лично донести до руководства Евросоюза информацию о том, все же что происходит сейчас в зоне АТО. И необходимость как можно более резкой реакции на ситуацию в Авдеевке, чем та, которую мы слышим пока что на данный момент. Алексей. Спасибо, коллега. Алексей Пшемызский был с нами на связи из Брюсселя. Уже несколько миллионов украинцев за годы войны стали вынужденными переселенцами. Только на официальном учете 1 миллион 700 тысяч человек. И снова теперь вот эвакуация из Авдеевки. При этом миллионы остаются в прифронтовой зоне и на оккупированных территориях. А многие из переселенцев даже возвращаются, несмотря на угрозу новых обстрелов. Почему? Ответ искала Елена Зорина. Светогорск, Донецкая область. Очередной автобус, который везет людей подальше от войны. Очень страшно. Можете представить, когда оно падает в 10 метрах от хата? Валентина с ребенком приехала из Авдеевки пересидеть, пока стреляют. Рядом упал снаряд. Ребенка волной носила по всей хате. Второй раз собираем чемодан и второй раз уходим. Как нам жить дальше? А эта девочка и вовсе приехала без родителей. Они остались в Авдеевке. Рисует то, о чем мечтает. Здесь можно увидеть мир на небо. Когда все будет хорошо, я вернусь. Жилье, помощь психологов – все это пока даром, как и горячий обед. Вот у нас суп рисовый, картофельное пюре, буряши с говядиной. Дальше уже сами переселенцы должны сделать выбор – вернуться или начать новую жизнь. Оба решения непростые. Первая проблема, с которой столкнутся эти люди – жилье. По закону, говорят юристы, крышу над головой государство предоставляет бесплатно, но только на полгода. Большинство переселенцев живут на съемных квартирах, которые сами вынуждены арендовать. Непредоставление жилья является одной из причин, почему люди возвращаются на неподконтрольную территорию, в зону боевых действий, в ту же Авдеевку. Село Фонтанка. Рядом с Одессой. Именно здесь мытарствуют инвалиды-переселенцы. Месяц почти без света. У нас полезли крысы со всех сторон. Нас закаляли везде. Ирина из Луганска вспоминает, после войны прошла все круги ада. И отключение света, воды и даже голод. Бежавших от войны выселяли сначала из одного санатория, затем из второго. В итоге люди сами нашли жилье в заброшенной школе-интернате. Теперь обустраивают быт, как могут. Вот наш кормилец, на котором мы все готовим. Греем водичку купаться и заодно греемся. У женщины двое детей. Дочке Насти нужен постоянный уход и лекарства. У нее эпилепсия и психическое расстройство. Вот такие у нас условия. Местные чиновники предложили альтернативу за 250 километров от Одессы и подальше от цивилизации. А это жилье назвали самозахватом. Была бы у нас возможность расселить, я не знаю, на Дерибасовской с удовольствием. Но, к сожалению, такой возможности нет. Обещали помочь, причем уже на этой неделе, чиновники в Киеве. Школа-интернат принадлежит Министерству образования. Они приехали, взглянули на здание, и то снаружи. И сели на автобус и уехали. Они сказали, мы сюда приехали не с вами общаться. Мы с переселенцами общаться не хотели. 30 километров от Киева, поселок Ворзель. Именно здесь уже третий год живут переселенцы из Донбасса в санатории с символическим названием «Победа». Но от «Победы» разве что название «30 людей» каждый день бурятся за свое существование сами, без чиновников. Хоть бы приехали раз, спросили, когда вы уже или поедете домой, или мы уже эшелон какой-то поставим. Андрей из Донецкой области здесь похоронил отца. Трехлетняя Викуся из Ясиноватой тут училась и ходить, и говорить. А Петр Никитич из Луганска здесь же встретил свои 70 лет. Вот это наше жилье. Узкая комната с небольшим проходом между кроватями. Теперь для него с женой новый дом. Все это не бесплатно. 500, 500. В месяц? Да. Это и спальня, и рабочий кабинет, и кухня. Сковородка, кастрюльки, даже лук выращиваем. Петр Никитич бежал от обстрелов прямо с дачи, недалеко от счастья. Я взял внуков за руки и пешком по северскому донцу. Километров 15 доль. Теперь от дачи осталось разве что вот это видео. Приехали на дачу, а тут ковер из яблок. В 2014 году уже туда снаряд попал. В дом, где жили, тоже было несколько попаданий, потому возвращаться некуда. Да и здесь, видимо, долго не задержатся. Переселенцев уже предупредили. Весной готовьте чемоданы. Дирекция сказала, отопительный сезон заканчивается, и потихоньку съезжайте. Дончанка Нара Погосян переселенкой себя не считает. В Киеве уже 7 лет живет. Но все же, как и бегущая от войны, оказалась в управлении соцзащиты. Пришла за справкой. Без этого я не смогу пойти поменять на паспорте фотографию. То есть мне нужно с ней идти, с этой бумажкой, потому что здесь я снимаю жилье. Не вклеить фото, не поменять паспорт, не открыть бизнес. Без справки не удастся. А если выплачивают деньги от государства, жди еще и проверку. Для взрослого трудоспособного человека это 442 гривны. Для ребенка 884. К тебе домой должны прийти и удостовериться, что ты там живешь. Люди ждут проверки месяцами. А в это время им ничего не начисляют. Начать жизнь с чистого листа не так уж и просто. Если с жильем и справкой вопрос решен, еще одна проблема – работа. И тут уж как повезет. Наш главный агрегат изначально сейчас начинается печь. Много места не нужно. Главное где хранить. В прошлом певица, теперь кондитер луганчанки Кати. Статус переселенки помог начать свой бизнес. Девушка выиграла грант и теперь печет пряники. Я не привыкла сидеть на месте. Мне нужно всегда что-то делать. Потихонечку, потихонечку привлекла маму. Потом еще сотрудники нашлись. Здесь же подрастает и маленькая помощница Злата. Это наш главный пряник отдел. Новостями из родного города Катя интересуется мало, чтобы не расстраиваться. Но по-луганску очень скучает. Извините, пожалуйста. Елена Зорина, Павлина Василенко, Андрей Анастасов, Светлана Шекера, Марьяна Бурякова и Вадим Сверидонов. Подробности недели телеканал Интер. Эту и другие темы обсудим с Юрием Бойко, лидером позиционного блока, гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. На этой неделе мы услышали очень много заявлений по ситуации в Авдеевке. Но не кажется ли вам, что мы увидели мало действий? Какими должны быть сейчас первые шаги? Уже не первые, но первоочередные шаги, которые должна предпринять власть. Действительно было очень много заявлений, в том числе резких, и от президента, и от других политиков. Но люди ведь хотят не заявления, они хотят видеть, как решить эту проблему, как уйти от этой трагедии. Наша позиция здесь абсолютно четкая. Мы видим, что не срабатывает минский формат. На этой неделе он не сработал. Поэтому мы будем инициировать встречу в нормандском формате как можно быстрее, как минимум в рамках, в формате министров иностранных дел. Для того, чтобы были приняты решения об остановке боевых действий, разведении воинских частей. И вообще сделан анализ, когда будет сделана дорожная карта. По официальной информации, она должна была быть готова до конца ноября. Так вот эти вопросы все надо инициировать. Надо, чтобы собрался нормандский формат и открыл дорогу к миру. О ситуации сейчас в Авдеевке, в прифронтовой зоне. Что делать сейчас людям? Им нужно помочь выжить и пережить вот этот ад, который творится последнюю неделю. Какие шаги должно предпринять правительство, думая о людях? Как их можно сейчас защитить? Ну, во-первых, безусловно, в первую очередь, это, конечно, обеспечение режима тишины, чтобы прекратили обстрел. А второе, согласно официальной информации, город каким-то образом оказался всего лишь на одном вводе электроэнергии. Такое даже в мирное время, в мирных городах, недопустимо. И, к сожалению, несколько городов и часть Луганской области находятся в таком же положении. Поэтому надо немедленно восстанавливать надежное нароснабжение, иметь как минимум два ввода, что не дай бог, что случится с одним, чтобы питаться от другого. То есть должны быть осуществлены технические мероприятия, которые абсолютно нормальны для обеспечения жизнедеятельности. А почему это не сделано до сих пор? Ведь все-таки уже практически три года страна живет в режиме военного времени. Неужели обо всех этих мерах предосторожности, защитных мерах для людей нельзя было подумать за эти три года, подготовиться к возможным таким вот ситуациям? Это вопрос к власти. Мы считаем, что и администрации, и энергетики, Министерство энергетики, они не работали над решением этих проблем. Я знаю ситуацию досконально, что происходило в Луганской области, как чудо, в общем-то, выживает зимой. Нароснабжение, ограничения постоянные. Это профессионализм власти. Это работа власти, работа государственных структур, которая вот опять у нас волонтеры все везут, опять у нас помогать приходится всему обществу. Причем, действительно, уже должна была быть, как минимум, отработана нормальная система обеспечения жизнедеятельности. Как вы считаете, правительство делает все возможное из того, что должно было сделать в плане заботы о вынужденных переселенцах? Очень много вопросов по ситуации с вынужденными переселенцами. Очень низкая оплата, низкая материальная помощь. А еще больше вопросов, к сожалению, о людях, которые пострадали. Ведь у нас 18 тысяч гражданских лиц, людей, они получили ранения в ходе боевых действий. Многие остались инвалидами. И вот они вообще не получают никакой помощи. Поэтому мы сейчас провели и зарегистрировали закон 47.94. На этой неделе будем настаивать на принятии его. Это закон о статусе и социальной помощи людям, пострадавшим в ходе боевых действий. И надеемся, что нас поддержит парламент, для того, чтобы это был хороший сигнал обществу, хороший сигнал людям, в том числе и в Авдеевке, что государство о них не забыло, оно их поддерживает. Хорошо. А принятие каких решений, по-вашему, стоило бы в ближайшее время добиваться правительству от Верховной Рады? Ну, я думаю, что в первую очередь правительство должно понять. Вот три месяца работы с новыми тарифами показали, что люди просто перестали платить. Уровень оплаты населением за газ сегодня за декабрь 66%, за ноябрь 54%. При том, что год назад это было 95%. То есть люди просто не в состоянии платить, нас ждет кризис неплатежей. Поэтому первое, надо отменять эти тарифы. Они ничего не дали ни бюджету, ни тому МВФ, поскольку кредиты так не дают. Второе, нужно пересматривать сам бюджет. Правительство должно понять, что с учетом того, как принимался бюджет, и как вычеркнули из жизни 10 миллионов пенсионеров, это кроме как социальное напряжение в обществе ничего не дало. И то, что увеличили выплаты на полицейские структуры, на полицию, прокуратуру, это вызвало только негативную реакцию общества. Поэтому считаю, что эти вопросы, которые действительно волнуют людей, они должны приниматься. Ну что ж, непростой сезон нас ждет, судя по всему. Спасибо вам за эти ответы. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был гостем подробностей недели. Мы с вами идем дальше. Референдум. Это слово опять вернулось в украинскую политику. И на этот раз по вопросу о вступлении в НАТО. Заговорили о нем после заявления Петра Порошенко в интервью немецким журналистам. Мол, президент намерен провести референдум, чтобы окончательно оформить желание Украины присоединиться к альянсу. При этом в самом НАТО отреагировали довольно сдержанно. Генсек Йенс Толтенберг еще раз подтвердил, что любая страна может принять такое решение. Но по Украине никакой конкретики. И это понятно. Все-таки настроение в Европе сейчас точно не позволяет говорить о расширении НАТО на восток. И, кстати, даже во вчерашнем разговоре президента Украины с Дональдом Трампом эта тема не поднималась. Хотя без Вашингтона такие вопросы точно не решаются. Ну, зато в нашей стране тут же началась большая дискуссия. За и против НАТО. Если говорить о политсилах, то четкое несогласие с этой идеей выразили только в оппозиции. Там считают эту дискуссию пиар-игрой и попыткой отвлечь страну от реальных проблем. Вот реальных проблем действительно немало. Из-за них уже со следующей недели должны взяться депутаты. Ведь срочных законопроектов просто десятки. Про самое важное задание и, возможно, скандальное решение наших слуг народа сейчас в короткой справке. Со следующей недели, после месяца изнурительного отдыха, нардепы наконец-то займутся законотворчеством. Повестка весьма туманна. Пока с уверенностью можно сказать одно. Перетруждать себя депутаты не будут. В новую сессию войдут со старыми заданиями. Первое из которых заставить себя работать. А с этим пока проблемы. Даже ситуация в Авдеевке не заставила депутатов собраться внепланово. А уходя на каникулы, нардепы утвердили свой календарный план. Начать трудиться планируют 7 февраля. Закончить 21 июля. С перерывом на месяц. Всего пленарных дней 44. Итак, что же нужно успеть в эти скромные трудодни? Как минимум, постараться не обмануть Международный валютный фонд. И проголосовать целую серию законопроектов. К примеру, наконец-то расширить полномочия НАБУ. И принять скандальную норму о прослушке. Этот документ пылится в парламенте уже полгода. А рядом с ним еще сотни законопроектов. Горячо обещанных, но так и не проголосованных. Нардепы никак не наберутся смелости снять с себя неприкосновенность. При этом не поднимается депутатская рука и повысит себе зарплаты. Уж больно этот шаг избиратели осенью не одобрили. Поэтому с какими цифрами примут свой собственный бюджет избранники, увидим вскоре. Должны увидеть и то, как изменится в лучшую сторону и цифры в госбюджете. Депутаты, конечно, могут попытаться отложить еще на полгода налоговую, земельную и пенсионную реформы. Но тогда, наверное, им придется уже из своих средств, заявленных в декларациях, закрывать дыры в государственных финансах. Западные кредиторы денег могут и не дать. А еще на повестке дня могут появиться другие законопроекты, которые точно вызовут бурю споров и взаимных обвинений. К примеру, языковой закон. Депутаты никак не могут выбрать один из трех вариантов. Уже зарегистрировали законопроект про антикоррупционные суды. И его принятие точно не будет простым. Еще один документ даже и в парламент внести пока не успели, а он уже стал лидером общественных споров. Институт национальной памяти хочет перекроить календарь. Старые праздники заменить, выходные перенести. Пойдут ли на это депутаты? Будет ли эта сессия продуктивной? Большой вопрос. Но скучным новый сезон главного политического сериала страны не будет точно. Вот что же делать, когда задание просто громадье, желание поработать в Верховной Раде появлялось я, например, не припомню когда. Я спрошу у Алены Шкрума, Сергея Мищенко, народных депутатов Украины. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Вы как думаете, где на этой неделе будет большинство депутатов? Еще на отдыхе или все-таки появится в Верховной Раде? Проблема, я думаю, будет такая же самая, как и была в этом скликании. И есть она, что, на жаль, депутаты вообще не ходят на работу. Вы знаете, что за год только 13 депутатов, которые 100% получили полностью свое значение в этом парламенте. 13 и более чем 400 депутатов. Это чертова дюжина может стать приговором для парламента. И думаю, просто этого многие не боятся. Алена, как вы думаете, как коалиция в этом году собирается принимать законопроекты, в том числе озвученные наши справки? Опять будут докупать голоса или договориться? Я думаю, что вы добре знаете, коалиции нет. А если нет коалиции, нет реальных 226 в коалиции, то не может быть любая сессия продуктивная. Поэтому я, на жаль, ничего не ожидаю. Даже те вопросы, которые сейчас стоят в порядке в день, показывают, насколько удорвана вообще эта коалиция от того, что происходит в стране. Кстати, действительно, есть коалиция, нет коалиции? Там даже ситуация с радикальной партией до сих пор непонятно. Они поставили свои подписи о выходе? Какой-то документ они оформили? Или в какой-то момент может оказаться, что в коалиции радикалы еще есть? Пока они своим голосованием коалицию поддерживают, когда нужно. Это вам нужно спросить у них. Они голосуют за конкретные вещи. Вы привык, как все оформили. Вот Батьківщина, когда выходила, вы оформили. Мы подписывали листа на имя Курубия. Я лично выходила из коалиции. От радикальной партии почему-то мы таких документов не увидели. Сергей, ваш прогноз. Что может стать самой скандальной темой, самым скандальным законопроектом в ближайшее месяц во время этой сессии? С моим досвидом я могу сказать, что следующая сессия будет под гаслом, как экономить к админу деньги и где деньги эти найти. Потому что по первым заявам, которые происходят от Кабинета Министра относительно новой пенсионной реформы, это повышение пенсионного века, это полностью изменение выплаты пенсии. Это, как один из очевидцев Кабинета Министра сказал, что это будет такой же шок для украинцев, как и шок от тарифов. И это, я уверен, что будет основная топ-тема, и депутаты не должны допустить. Те, которые ходят на работу, в первую очередь, и сейчас те, кто не хочет действительно этот геноцид пенсионеров, в первую очередь. Потому что мы знаем, что когда Украина стала независимой, 52 миллиона украинцев, сейчас 42,5 миллиона украинцев, 10 миллионов украинцев. Вот вы правильно все говорите, но вы же понимаете, с одной стороны, это требования МВФ, да? И этих требований еще много, они не менее скандальные. С другой стороны, депутаты вряд ли пойдут на принятие таких сложных решений, боясь терять электорат. Что нас ждет в новом политическом сезоне? Не станут ли все основные вопросы в Раде только, ну, все споры будут только, например, вокруг закона о языке? Вокруг закона, ну, то есть многое можно еще придумать тем, на которых хорошо пиарится, при этом забывая первостепенных, первоочередных законов для страны. Я думаю, что будет намагание как раз отвлекать увагу от важных вещей. То есть как всегда будут отвлекать? Как всегда, от экономики, от тарифов, от пенсионной реформи, от реформи судового, яку пока что мы не бачим. От от этих вещей нас будут отвлекать гучными красивыми заявами, которые, ну, просто, уже, яких наилися уже досить, да? Тобто, если Борис Иванович Тарасюк, член нашей фракции, говорит про НАТО уже последние 10 лет, и как колишний министр закордонных справ это делал, то он регистрирует законопроект, где мы визначаемо вступ до НАТО нашей стратегической политикой два года назад. А теперь, сейчас звучит абсолютно голословно. Мы с вами на черном зеркале, вы были его гости в пятницу, по-моему, мы там убедились, что некоторые из наших политиков все-таки продолжают жить в параллельном мире, не понимая, что мир вокруг нас изменяется, и нужно уже принимать новые условия. Кстати, о черном зеркале, мы с вами там затронули очень важную тему, которая касается Авдеевки и прифронтовой зоны. Парламент должен все-таки принять, люди ждут этого, принять закон, который позволит государству компенсировать им потери утраченного жилья из-за обстрела. Я вам дякую, что вы тут там подняли, потому что я поделилась два года назад, это был один из первых законопроектов, которые я региструвала, разом с паном Немирею, паном Лонгвинским, и другими депутатами, 2167. Даже не стоят в порядке в день. Все законопроекти, которые могут допомогать хоть немного переселенцам, вот в Верховую Чавдеевку, стоят, как вы знаете, на середу. А это означает, что в середе у нас никогда нет голосов, почти ни на какой важный законопроект, в середе нет депутатов. И мы завтра будем требовать, чтобы эти несчастные три законопроекти, которые стоят на середу, их хотя бы просунули. От себя могу обещать, что мы не забудем тоже об этой теме, постоянно будем о ней вспоминать. Сергей, очень коротко, по вашему профилю, стоит ли ждать рассмотрения таких громких законопроектов, как расширение полномочий НАБУ, антикоррупционный суд, создание его или нет? Нет, это однозначно будет, потому что, во-первых, в прикольных положениях судового реформа про антикоррупционный суд вказано, его будут створить. То есть, там ничего такого приймать не нужно, кроме специальных законов, которые должна быть в первую очередь. Но то, что вы задели вопрос о Авдейвке, это иншая тема, скандальная, которая будет в парламенте с выполнением Минских угод и голосованием законов. Мы же понимаем, что этот ланцюг от бомбандувания, который дали вказки россияне, это сделать, от того, как он реагирует на это, в первую очередь, Европа и Соединенные Штаты Америки. Сергей, вам хочу сказать, что мы не то, что понимаем, мы уже даже будем это анализировать, но уже через несколько минут. Пока я вам благодарен за то, что вы присоединитесь к нашему эфиру. Алена Шкрум, Сергей Мищенко, народные депутаты были гостями подробностей недели. Есть еще одна тема, которая может не то, что рассорить депутатов, но и окончательно поставить точку в истории нынешней Верховной Рады. На фоне вспышки войны на Донбассе и эксперты и политики заговорили о том, что минские соглашения утратили смысл. Появилась даже мысль, мол, нужен некий Минск-3. Только представьте себе, какую бурю в политикуме может вызвать даже попытка хотя бы разработать документы, в которых могут быть зафиксированы новые обязательства Украины, и уж тем более попытка форсировать выполнение Минска-2 за счет политических уступок Украины. Сложно представить. Впрочем, может и в Европе готовы согласиться с некоторыми украинскими политиками, которые уже чуть ли не хоронят Минские соглашения. Обсудим это с нашим корреспондентом в Германии, Татьяной Лагуновой. Она с нами на связи. Татьяна, приветствую. Скажи, немецкие политики еще уделяют Минску внимание, и как Германия относится к идее подписания еще и третьего Минского соглашения, например. Алексей, в Германии на этой неделе снова говорили о Минских соглашениях. Так совпало, что в разгар эскалации на Донбассе в Берлине с рабочим визитом находился президент Украины. Ну и, конечно, обстрелы в Авдеевке были главной темой переговоров Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и новым главным дипломатом страны Зигмаром Габриэлем. Позиция неизменна, реализация Минского пакета фактически остановлена, не выполняются ключевые пункты и даже самый первый и базовый о прекращении огня. Но, тем не менее, альтернативы договоренностям нет. Вот что сказали лидеры Германии и Украины. В последние часы мы узнали, что режим прекращения огня не соблюдается. Гибнут солдаты. Ситуация на линии огня вызывает беспокойство. Поэтому очень важно, чтобы мы, несмотря на все трудности, и дальше работали над выполнением Минских соглашений. Мы верим, что нормандский формат – это правильный путь для достижения мира и территориальной целостности Украины. Мы сегодня обговорим дорожную карту Минских соглашений, ту дорожную карту, про которую мы договорились в Берліне под час проведения нормандского саммита. Я хочу поблагодарить наших немецких и французских коллег за твердую и принциповую позицию, за поддержку позиции Украины. И высловить надею на то, что мы сможем найти достаточно аргументов, чтобы Россия наконец-то вернулась за стол переговоров и наконец-то начали имплементовать Минские договоренности. Когда появится эта дорожная карта, пока непонятно. Для того, чтобы ее разработать, должна встретиться нормандская четверка для начала на уровне министров иностранных дел. Но возможные даты этой встречи Берлін, Париж, Киев и Москва пока не называют. И, похоже, совсем непродуктивный вариант разработки какого-то третьего соглашения. И в любом случае в этом новом документе могут быть все те же базовые пункты прекращения огня, освобождения заложников и отвод вооружений. И Берлин явно не откажется от попыток добиться выполнения этих пунктов. Алексей? Спасибо, Татьяна. С нами на связи из Берлина была моя коллега Татьяна Лагунова. Сейчас у нас небольшой перерыв, после которого узнаете, почему новый транш МВФ опять ускользает от наших политиков, почему так растут цены и что делать, если врач не только требует взятку, но и может убить кого-то из ваших близких. Все это обсудим после рекламы ровно через 9 минут. Кризис заемщиков. Почему украинцы перестали погашать кредиты? И что ждет тех, кто не в состоянии платить по счетам? Жертвы бюджетной ночи. По кому уже ударила главная смета страны? И будет ли проведена работа над бюджетными ошибками? Порука белых халатов. Почему украинские врачи не отвечают за загубленные жизни пациентов? Подробности недели возвращаются в прямой эфир. Начну второй блок уже привычными, но всегда неприятными новостями. Рост цен в Украине вышел на новую высоту. В январе рекордно подорожали почти все основные продукты. Много говорили и о космических платежках. Сегодня будем обсуждать и вдруг замеченный негативный эффект от новой минималки в 3.200. Но есть и действительно непривычные сообщения. В Нацбанке жалуются, в Украине активизировались мошенники, которые просто кидают банки. В основном это крупные заемщики, компании. Впрочем, и это еще не все. Вот кто ощущает на себе всю тяжесть кредитного ярма, так это простые граждане и мелкие бизнесмены. Уже половина таких заемщиков не могут погасить свои долги перед банками, потому что у людей просто нет денег. Почему в Украине драконовские проценты по кредитам? Чем системе грозит массовая невыплата? И какие санкции могут применять к должникам? Обо всем Ярослав Кречко. На бизнес, жилье или машину, в долларах или гривне. Украинцы массово брали кредиты, пока не грянул кризис. Сейчас суды завалены делами о взыскании задолженностей. Когда доллар поднялся, а доходы не увеличились, у нас уже не было возможности платить. Сейчас я вообще не знаю, что делать. Сейчас полный ветчий. Валютные колебания, недобросовестные бизнес-заемщики, схемы по выдаче денег самим себе. И теперь, по данным Нацбанка, каждый второй кредит в Украине проблемный. Приблизно 284,5 миллиарда гривен. Большая часть этих денег уже, наверное, не вернешь. Они списаны, убиты, выведены собственниками. Доброго дня. Приходите, пожалуйста. В этой крохотной гостинке в Борисполе под Киевом Оксана живет с мужем и двумя детьми. Наш папа смеялся, говорит, что скоро дети подрастут, и я буду в ванне спать. Аленушке сейчас год. Столько же было ее брату Олегу, когда родители взяли кредит. 120 тысяч гривен. В 2008-м это было 25 тысяч долларов. Вот уже два года банк пытается взыскать долг через суд. Квартира Оксаны заложена, и лишь благодаря мораторию у семьи все еще есть крыша над головой. Андрей Авторгов – адвокат, который, что называется, собаку съел на подобных делах. С юридическими особами банки чаще идут на какие-то там перемоги. Если же сумма кредита незначна, и Борисполе есть физическая особа, то банк, как правило, пытается через суд добиться зверения стягива на ней и майно, нараховать как можно больше от судов. Впрочем, и бизнес договориться с банком может не всегда. Владельцы этого загородного комплекса заняли 205 тысяч долларов. Осталось выплатить 80 тысяч. И вот уже год, как кредит стал неподъемным. Теперь банк, кроме самого ресторана, требует наложить арест и на все остальное имущество должников. На рахунок рефинансирования, реструктуризации борга я обратилась три раза. Безпосредственно 25 сентября. Они мне также дали отмогу. Я была готова заплатить 70% кредиту. И 30%, чтобы они мне простили кредиту. В развитых странах часть проблемных кредитов в банковской системе – менее 4%. С украинскими показателями, что называется, долго не живут. А это банкротство предприятий и удар по экономике. Но в НБУ настаивают. Худшее позади. Систему очистили. А если еще какой-то банк пустышка и будет закрыт, то на отрасль это не повлияет. Диагностика качества активов определила очень серьезный проблемный портфель. Она подняла эту проблему наверх. Как банки раньше работали. Они старались всячески ее запрятать, какими-то другими операциями прикрыть, резервы не формировать. И казалось, что банк есть работающий, а на самом деле у него все равно все это не работало. Не каждый второй, а лишь каждый четвертый кредит считают проблемным в независимой ассоциации банков. Выходом из сложившейся ситуации видят возобновление полноценного долгосрочного кредитования уже в этом году. Это не будет кредитный бум, как мы спостерегали это в 2005 и 2007 годах. Но все банковские установки понимают, что нужно восстановить кредитование. Это их бизнес. Ипотечное кредитование сегодня востребовано рынком. Но пока существуют моратории на залоги, невозможно выдавать новые кредиты. Судебная реформа крайне важна, конечно, тоже для банков, потому что они все-таки продолжают работать с тем проблемным портфелем и им нужно его переработать. Сейчас потребительские кредиты выдают под астрономические 30%. Снизится ли этот показатель и на сколько будет зависеть от ставки под депозитом и инфляцией? Не может быть дешевых кредитов страна, которая прилетает в долларах под 8% или страна, где инфляция ожидается 9%. Не может быть ниже 9% кредитов, потому что никто в себе в убыток работать не будет. И пока банки практически не кредитуют, этим занимаются другие финоорганизации и теневые предприниматели. Суммы, может, не такие большие, но взять в долг сейчас можно практически у каждой станции метро. Главное не забывать, бесплатным сыр может быть только в мышеловке. Ярослав Кричко, Геннадий Аникеенко, Даниэль Косаковский, Жанна Дучак и Зиновий Автонас. Подробности недели в телеканал Интер. А вот взять в долг у МВФ опять не получается. Обещанный транш задерживается. И, честно говоря, внятные причины того, почему Украина остается без этого миллиарда долларов, на официальном уровне пока не озвучивались. Одни политики говорят, мол, депутаты не проголосовали ни за один из тех вопросов, которые обсуждались с фондом еще осенью. Другие заявляют, что МВФ требует повысить пенсионный возраст. И в этом камень преткновения. Еще в прошлом году Кабмин обещал ни в коем случае не соглашаться с таким повышением. Но а те, кто сразу после скандальной бюджетной ночи сулили транш чуть ли не как награду за вовремя принятый госбюджет, сейчас почему-то вообще предпочитают молчать. Что же на самом деле происходит и с траншем МВФ, и с госбюджетом, обсудим с Юрием Левченко, народным депутатом, который работает как раз в бюджетном комитете. Да, Юрий, при этом не зависите от интриг в коалиции. И с Игорем Уманским, украинским экономистом, который вполне может позволить себе критично оценивать действия чиновников. Ну хотя бы, Игорь, наверное, потому что сами вы этим чиновником были. Министерство финансов работали, даже в кресле министра сидели. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Юрий, с вами хочу начать, в общем-то, немного не по теме. Объясните мне, пожалуйста, как так получилось, что на прошлой неделе наши журналисты, когда устроили рейд по приемным народных депутатов, вот до вас достучаться не смогли. На этой неделе, когда мне понадобился в студию депутат, разбирающийся в бюджете, вы были одним из многокисленных, которые оказались в Киеве и готовыми к работе. Я думаю, что, насправдю, было какое-то непорозумение, потому что, когда я побачил тот сюжет, я был очень здоров, потому что именно в тот час, когда журналисты приходили, он, насправдю, был в своей примальне, на улице Татарской 3,2. Ну, это была пятница минулая, я у вас потом был в вечере на эфире. Ну, я потом и удивлен. Да, я был в Киеве, но после я как-то так вышел, что чему-то журналисты не постучались в двери, чтобы мы с ними побачились. Ну, я думаю, что наступного раза, я думаю, про новостковую послушаться. Я думаю, это непорозумение, тем более я знаю, что в это как раз работает. Хорошо, давайте все-таки к теме. Ваш прогноз, Игорь, наверное, к вам первый вопрос. Когда реально могут поступить деньги МВФ в Украину? И, ну, вот обещали, что с начала февраля, до сих пор не видим. Почему? Основная причина не узгоджена остаточность на текст мемораду, технично, который должен быть подписан. И, как наследок, который выносится на Раду директоров МВФ, которые уже принимают остаточные решения, что до выделения транши. Есть несколько пунктов, насколько я знаю, по каким точатся разговоры как в самом ураде, так и безпосередно с представителями миссии. Ну, а насколько эти деньги, тоже вопрос к вам, как экономисту, остро, насколько остро они необходимы Украине? Вы считаете, что без этого миллиарда мы не выживем или можем прожить? Вот недавно была озвучена сумма 50 миллиардов гривен теряется у нас только на Укрзалезнице, если верить министру инфраструктуры. Проблема не в том, что нам в крайней не потребны эти кошты. Они идут в золотовалютные резервы, они не идут в государственную бюджету и не используются безусловно на финансирование каких-то потреб. Больше того, даже на поддержку курса, национальный банк их не может использоваться. Но это увеличит резервы и, главное, это даст доступ к других джерел финансирования, таких как макрофинансовая помощь, Еврокомиссия и то, что... Если коротко, остро нужны? Это как зеленое светло. Стараться нужно. Воно действительно нужно сейчас в Украине. Юрий, а теперь вопрос к вам. Если стараться нужно, а мы знаем, что МВФ требует, ну, порой драконовскими называют эти требования, от усиления полномочий НАБУ до пенсионной реформы, которую я только что вспоминал, в стенах парламента найдутся голоса за все это? Понимаете, вопрос просто влияет в том, а что такое вимоги МВФ, так называемые вимоги МВФ? То, что мы сейчас видим, как так называемые вимоги МВФ, это на самом деле то, что наша влада сама пропонует МВФ. Насправді, вимога МВФ есть только одна – сбалансированный бюджет, чтобы доходы дорегулированы выдатками. Все. Как это делать? Это вопрос суверенного уряда, суверенного парламента. И если наш уряд и парламент не хочет, або не сдатный, сбалансированный бюджет за охрану сближения доходов, а тут есть, как сближивать. Например, вы сами задали про те коррупционные моменты, которые не только на одной Украинской залезнице. Мова идет про десятки миллиардов. А других мы вспомним через несколько минут. Просто раз вы заговорили о бюджете, я вспомню одну цифру. Всего лишь одну цифру, которая дает хорошее представление о реальном благосостоянии украинцев. 23 миллиарда гривен. Именно столько задолжали за коммуналку. Такие данные приводит Госслужба статистики. Причем долги эти начали стремительно расти как раз после того, как в платежках выросли суммы. А с 1 января с повышением минимальной зарплаты у многих людей еще и забрали субсидии. Получается, что 3200 слишком тяжелый подарок для многих. Подробнее в нашей справке. Человекоцентричный, но не для всех. Уже появились негативные стороны бюджета 2017. Повышенная минимальная зарплата повлекла за собой уже слишком большие последствия. Даже в Нацбанке на этой неделе сделали весьма неутешительный прогноз. Теперь 630 тысячам украинцев грозит увольнение. Мол, платить 3200 для многих работодателей оказалось неподъемно. Людей сокращают, переводят на полставки или вообще на конверт. Даже сам премьер пригрозил руководителям таких предприятий. Во многих бюджетных учреждениях вообще запутались. Математическое уравнение с зарплатой никак не решается. Как новое 3200 вписать в старый зарплатный фонд? Ведь его никак не увеличили. На частных предприятиях своя арифметика. На некоторых официальную зарплату людям подняли, а вот черную урезали. Малый бизнес стонет, ведь платить увеличенные налоги с 3200 для многих непосильная ноша. А значит предприниматели могут уйти в тень. Несмотря на ужесточенные наказания и усиленные проверки. А если еще и фискалы захотят повысить статистику по наказаниям, бизнесу совсем придется туго. Да и 3200 цифра весьма условная. Ее в полном объеме никто не получает. Ведь с вычетом всех налогов эта сумма худеет на четверть. Обошли в бюджете и студентов. Теперь стипендии получают не все, а только самые успешные или просто везунчики. А изменение схемы финансирования вкупе с повышенной минимальной зарплатой ощутимо бьет по медицине и образованию. Ведь теперь финансировать тех персонал школ и больниц должны из местных бюджетов. Хватит ли денег у небольших городков? Еще одни жертвы бюджета – пенсионеры. Их пенсии увеличатся незначительно. За год всего на 126 гривен. За эти деньги они смогут купить, к примеру, по дополнительной буханке хлеба раз в месяц. При этом даже официальный прогноз инфляции пришлось повысить с 8 до 9%. Но уже ясно – цены в 2017-м вырастут еще больше. Игорь, скажите, вы разделяете опасения экспертов и даже Нацбанка, что новая минималка может сильно ударить по официальной занятости? Уйдут ли зарплаты в тень? Безусловно, такие побоевания есть. Они высловировались на момент принятя решения. И не только в выходе в тень и скорочень, про которые уже говорили. Переходы на другие формы контрактов, переписания коллективных договоров то что. Действительно, такие побоевания есть. И, ну, наибольшая проблема этой реформы – это то, что она действительно не обговорилась, не пророковывалась достаточно детально. И ожидания у бизнеса и у людей, которые с этим стыкаются, они достаточно, такие, не очень добрые. Ну, а что делать с пенсионерами, которые остались за бортом? У государства есть на сегодняшний день ресурсы, чтобы повысить, пусть несуществом, но хотя бы не найти 10%? Вы вспомнили про пенсионную реформу, про МВФ. Действительно, проблема в том, что у нас в уряде пока нет стратегии, в какой способ проводить пенсионную реформу. Потому что подъем пенсионного века – это не реформа. Это просто подъем пенсионного века. На мою переконание, пенсионная реформа, в том числе, подъем пенсионного века, має сопровождаться с соответствующей компенсацией людям в виде пенсии. Тогда у людей будет, действительно, мотивация, а, працювать и накопичивать, то есть, с одного боку, пенсионные отрахования, с другого боку, более, впевнено, себя почувствовать выше всего в пенсии. Ну, пока все-таки людям нужно, пенсионерам, остается надеяться только на те деньги, которые есть в государственной казне. По поводу государственной казны, Юрий, вы начинали говорить, вот, да, до нашей справки, о легализации всех преступных схем. Добыча янтаря, незаконная вырубка леса и горный бизнес, который... Ну, все это на сегодняшний день кормит только высокопоставленных силовиков. Есть ли силы у парламента и, главное, желание сделать так, чтобы все это наполняло государственный бюджет страны? Короткая ответственность на вашу питание – нет. Не маю такого желания, не маю таких сил. Ну, это, насправдя, для этого парламента то же самое. Справдя тому, что, насправдя, я змушен констатувати, что у нас парламенту, как независимо законодательской гилки влади, сегодня в Украине не существует. У нас парламент – это печатка в руках Банковой и Грушевского. Все, что спускается с Банковой и Грушевского, парламент просто ставит печатку и удобряет. Відповедно, реальных, справедливых антикорупционных инициатив мы от парламента не видим, и не видим того, что результаты для России в целом. И тут же вопрос не только в антикорупционных инициативах. Это одна складова наполнения бюджета. Инша складова – это социально справедливый податковый кодекс. Это, наконец, скасовать угоду с республикой Кипр, это борьба с транспортным ценотворением. Это же мова идет по десятки миллиардов гривен, которые не попадают в государственный бюджет. И мы видим, что большинство в Украине выиграет от этих сенсов. Пока мы не видим ничего, не видим этого желания. Возможно, для того, чтобы желание появилось, нашим чиновникам из высоких кабинетов нужно посмотреть на последний опыт наших соседей. Массовыми акциями там ударили по коррупции. Это, конечно же, я говорю не об Украине. Правительство Румынии сегодня отменило скандальный указ, который освобождал от уголовной ответственности взяточников и вывел на улицы десятки тысяч несогласных. Всю неделю Румыния протестовала. Митинги были по всей стране. Самые массовые в Бухаресте. Эти акции стали самыми крупными со времен падения режима Чаушеско. А все потому, что новый кабин решил нести поправки в криминальный кодекс. И это давало возможность многим коррупционерам выйти из тюрьмы, если сумма взятки не превышала 47 тысяч долларов. В правительстве это объяснили всего лишь желанием освободить переполненные тюрьмы. Таких желаний не поняли ни чиновники в Еврокомиссии, ни румынское общество. И в конце концов, власть вынуждена была пойти на уступки. А вот здесь я хочу вспомнить украинский опыт. У нас даже проверка скандальных электронных деклараций ничем не закончилась. В этом году об этих миллионах подматрасной налички можно уже забыть? Юрий, как вы считаете? Я думаю, это вопрос не в том, что в этом году. А я считаю, что с такими так называемыми прокурорными органами, с так называемым антикоррупционным бюро, прокуратурой, МВС и так далее, с этими кадрами можно про это забыть. Потому что на самом деле, ну, как минимум, в 20 декларациях, как минимум, были настолько очевидные факты, что там не мое что доводить. Там все очень просто. Очень просто. Очень прозоро и очень просто. Будь ласка, арештуй, садуй и отправляй к суду. На жаль, мы бачим, что уже прошло несколько месяцев, навіть близко такого ничего не мое. Но опять же могу резюмировать, что, наверное, попросту нет желания. Нема политической воли. Да, Игорь, последний вопрос к вам. Но на депутатах. Вы наблюдаете за ситуацией, за их работой со стороны и прекрасно знаете экономическую ситуацию в стране. Вы верите, что в ближайшую сессию народные депутаты выведут или хотя бы начнут выводить украинскую экономику из пике и что в ближайшие полгода, год, украинцы это на себе ощутят? Работать будут или нет? Как вы считаете? Ну, я думаю, что, прежде всего, это завдание уряда выводить экономику из пике. Это их функция. Завдание депутатов выступать законодательной инициативой. Инше питание, что инициатив уряда, который бы позволил депутатам поддерживать или нет, на сегодняшний день, я особо не вижу. Чи будет завзято працювать Верховная Рада? Да, но, скорее всего, я погоджусь с паном Юрием. Навряд ли. До этого Алена Шкрум вообще делала прогноз, что это будет еще одна сессия популизма и просто громких скандалов. К сожалению, мы вынуждены закончить. Юрий Левченко, Игорь Рюманский. Гости подробностей недели. Спасибо вам огромное за эти ответы. Мы продолжаем. Виновных тысячи, а наказанных единицы. В Украине сейчас эпидемия медицинских ошибок. Но самое страшное, что доказать их и привлечь врача за халатность к ответственности почти невозможно. Причина этого – круговая порука, отсутствие должного контроля, реестра пострадавших пациентов и дырки в законодательстве. Максимум, что угрожает медику, это потерять место работы. Но потом такие врачи очень легко устраиваются в другой больнице. А загубленные жизни пациентов теряются в неразборчивых и запутанных историях болезней. Что могло бы исправить ситуацию? Елена Митясова разбиралась. Прийти своими ногами, а уехать в инвалидном кресле? Вместо одного лекарства ввели другое? Или на память об операции оставили сюрприз? Инструмент? Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но вот в медицине цена ошибки слишком высока. У нас просто эпидемия медичной шкоды. Ну, как минимум, каждый пятый, каждый, ну, процентов 30-40 людей, которые щоденно потрапляют до медичных закладов, страждают от той или иной медичной шкоды. Обошлось хорошо, а если нет, как потом доказать вину врача? Ведь медицинская ошибка – понятие неправовое. Наказать можно за халатность. Но сначала нужно доказать. А вот с этим большие проблемы. В Украине до сих пор не существует реестра пострадавших пациентов. В Америке тысячи помилок действуют в год. То в нас выходит, что супер-медицина, оскільки у нас нет медичных помилок, как минимум, вызнанных и зареєстрованных официально. Статистики нет, цифры условные. А если халатности была, это тщательно скрывает. Умершего не воскресить, инвалида не излечить. Дорога боли и безысходности. Сюда, на кладбище, Вита Симченко ходит каждый день. С собой всегда леденец, цветок, а сегодня еще и бантик. Его принести во сне попросила ее полуторагодовалая дочь Вероника. Ребенок сгорел буквально на глазах. Обычная ОРВИ. Маленькую девочку с высокой температурой положили в отделение реанимации районной больницы. И там у Вероники началась гангрена кисти. То ли медсестры забыли снять жгут после манипуляции, то ли зафиксировали руку так сильно, что нарушили кровоснабжение. Но это же выяснит следствие. В итоге руку ребенку ампутировали. И справиться с последствиями малышка не смогла. В больнице уволили двух медсестер, исполняющего обязанности заведующего отделением, отстранили от должности. Данные медсестры не погоджуются с моим решением. Подали судовый позов. Позов до суду за их незаконное извольнение и займенных посадок. В полиции по факту гибели ребенка открыто уголовное производство. Появятся ли в деле подозреваемые, будет зависеть от судмедэкспертизы. Яка мает дать ответ на ключевое питание причины смерти дитины, и че перебувала в причинно-наследковом связке с тем лекованием, яке призначалось дитине. Из-за халатности врачей Роман Залозный уже 9 лет живет с невыносимой болью. На носочках, не ступая на стопу, с постоянной спутницей палочкой. Когда хожу, кости, гости, они надавливают на мягкие ткани. Вот это причиняет боль, страдания. Белый халат на Романа сейчас действует как красная тряпка. Объяснимо, ведь медики уже дважды обманули. Вместо импортного протеза за 4 тысячи долларов поставили дешевый. Когда это обнаружилось, пришлось его менять. И во время второй операции врачи оставили в кости сверло. Сверло удалили, но другой протез так и не поставили. За него роман с медиками судится много лет. Во всех инстанциях спор выигран. Но вот на днях дело снова вернули на пересмотр. Основание – протез, который пришлось убрать из-за инфекции, получил бесплатно от Запорожской обл. администрации. То есть права на него мужчина не имеет. Суть для Романа – последняя надежда вернуть ногу. Конечно, были бы деньги, он бы плюнул на эту волокиту. Но необходимых 100 тысяч гривен на новый сустав просто нет. Подобная ситуация в цивилизованной стране маловероятна. На врачебные ошибки и там, конечно, не редкость. Вот только исправляют их по-другому. Дело даже не довели бы до суда. Мужчине выплатили бы компенсацию, восстановили протез за счет больницы. А медик, который скрыл свою ошибку, лишился бы лицензии и право работать врачом. Почему регистрируются ошибки в Европе? Не для того, чтобы выгонять и извольнять с работы лекарей. А в первую очередь, в первую очередь, это ее завдание лекарей анализовать свою деятельность. Если что-то не так, проанализовать, выправить и показать другим, как не нужно делать. А пока в Украине таких порядков нет, истории болезни пишутся не для пациентов, а для прокуроров. Витя Симченко ничего не остается, как оплакивать могилу маленькой дочери. И все-таки надеяться на правосудие. Дехто скажет, взяла бы автомат и расстреляла. Но нет. Есть для того суд. Я не хочу, если она не виновата, я же не хочу ее судить. Елена Митясова, Сергей Бордюжа, Елена Миндалек, Алексей Шматов и Игорь Воробей. Подробности недели в телеканал Интерн. Одна из причин низкоквалифицированной медицинской помощи в Украине – это дефицит кадров. Украинские врачи уходят в частные клиники или уезжают за границу. За один только прошлый год из Украины выехало на работу в другую страну более 4 тысяч докторов. Наших специалистов охотно принимают в Америке и Европе, в Азии, даже в Африке. Не только медиков. В Украине все больше людей готовы покинуть страну. Воздух эмиграции. Дискуссия под таким названием уже неделю не стихает в соцсетях. Что ищут украинцы за границей? Стоит ли уезжать? И почему там рады нашим врачам, математикам и программистам? А Украина войну за мозги проигрывает? Ольга Теребинская продолжит. Воздух эмиграции. Социальные сети буквально разрывают истории с таким хэштегом. Все началось с поста Артура Аруджалиева. Он выложил фото с американским паспортом. И после десятков поздравлений написал, что гражданство другой страны – это мечта для украинцев. И понеслось. Десятки тысяч лайков – волна обсуждений и обвинений. Но каким бы ни были мнения, факт – упрямая вещь. Количество украинцев, которые готовы уехать, растет. Кто-то ищет большие деньги, кто-то – большие перспективы. Кто-то бежит от войны. Я в Донецке работал на иностранную прессу, на «Нью-Йорк Таймс», на «The Guardian», на «Washington Post», на «Alge Zero». И помогал иностранным журналистам освещать события. Это сразу не понравилось русским и прорусским. На меня начали охотиться. Очень серьезно достаточно. Я не хотел таким молодым умирать. И так получилось, что оказался в Бельгии. В Бельгию Антона пригласили после того, как увидели о нем сюжеты на иностранных каналах. Уже в Брюсселе парень попросил о политическом убежище. Получил и остался. Нашел работу в IT-компании. В Бельгии, конечно, почти любая более или менее интеллектуальная работа. Она оплачивается очень хорошо. Чтобы спокойно снимать квартиру, питаться, одеваться, путешествовать. То есть потратить зарплату за месяц, мне кажется, сложно даже. Хорошая зарплата, социальная стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Это то, что ищут украинцы за границей. И чего не имеют дома. Владимир Кривенко поменял родное Запорожье на Лондон. Пять лет работает программистом в швейцарском банке. Говорит, сначала было сложно. Первые пару месяцев у меня было так, что я хотел уехать каждый день. А потом ты привыкаешь. Потом ты начинаешь привыкать к хорошим этим штукам. Нет проблем, скажем, со всякими оплатами коммунальных услуг. Это все такие мелочи, о которых даже смешно говорить. Но если мелочь за мелочью все собрать, довольно немало накапливаться. Через три месяца Владимир забрал из Украины и жену Оксану. Уже здесь родилась их дочь. Ее назвали на английский манер «Эмили». Я очень скучаю за своей страной. Но я считаю, что здесь для меня больше перспектив, как у специалиста. И у моего ребенка здесь больше перспектив, чем в нашей стране, к сожалению. Именно за перспективами едет большинство. Те, кто мог бы развивать Украину, переезжают туда, где могут развиваться сами. З'явился новый контингент людей, которые раньше не включались туда в эмиграцию. Серед этого нового контингента есть человек с высоким освещенным уровнем. Еще один житель Лондона – украинец Максим Шкиндер. Ему 30. И он рисует суперкары будущего. Когда мне позвонили, представили дизайн-директором компании «Макларен», я подумал, что это какая-то шутка, меня друзья разыгрывают и так далее. Но я вижу, что английский номер. Я немножко не имел и не сразу включился в разговор. Любовь к автомобилям у Максима с детства. Он ездил на книжный рынок, покупал дорогие автожурналы и искал там рисунки машин. Я вот голодный смотрел на этот скетч, шел с ним домой, пытался его скопировать, проанализировать, так его сканировал всячески. Пытался понять, как это нарисовано, чем, какими инструментами и так далее. То есть у меня был такой неподдельный интерес. Но свой неподдельный интерес и умение применить в Украине Максиму просто негде. Автомобильный дизайн, ну как бы, ни для кого не секрет. Поэтому ниша эта отсутствует в стране. Как бы нужно различать понятие патриотизма и желание раскрыться как личности, как творческому человеку. За границу едут и за творческой реализацией, и за научной. Иностранные университеты и компании охотно приглашают на работу украинских физиков, математиков и кибернетиков. Соглашаются многие. Ведь условия совсем неравнозначны. По данным Госстата, за годы независимости в нашей стране сократилось количество ученых в три раза. В то время как Украина легко отдает свои мозги на экспорт, другие страны за них борются. За хорошую идею, например, в Чилии дают не только стартап-визу, а еще и грант в размере 40 тысяч долларов. Если власти Гонконга решат, что кто-то сможет принести пользу местной экономике, визы получает вся семья этого человека. Франция, Канада, Швеция, Великобритания и Ирландия. Для получения стартап-визы везде условия разные. Но главное, что там ждут людей с хорошими идеями. Человек, который начинает стартап, он обычно не имеет финансирования. Финансирование нужно найти. Возможно, что в Украине его сложнее найти, потому что еще не все богатые люди, которые владеют деньгами, они еще не все поняли, что это довольно неслабый рынок. Многие страны дают предпринимателям налоговые каникулы, в то время, когда Украина давит поборами. Цивилизованный мир давно понял, что интеллектуальная элита – двигатель прогресса. Но в этой войне за мозги Украина остается пока в стороне. Мы же потом все вернемся, когда в стране все наладится, когда нам будут рады, когда нам начнут платить хорошую зарплату и так далее. Нет, ну это все шутки, конечно. Правда, если бы было серьезное предложение, я бы рискнул. Ольга Теребинская, Оксана Кундеренко, Сергей Килимник и Валентин Белич. Подробности недели – телеканал «Интер». Возвращаемся к главной теме этой недели – к событиям в зоне АТО. Кроме Авдеевки, боевики накрывали огнем позиции наших военных по всей линии разграничения. Под прицелом был и Мариуполь. Две ночи из градов враг обстреливал мирных жителей поселка Сартана. Сейчас в Мариуполе находится наш корреспондент Руслан Смещук. Он на связи со студией. Руслан, приветствую тебя. Скажи, что сейчас в городе, были ли новые обстрелы и насколько серьезно пострадали пригороды накануне? Алексей, ну вот последние сутки в Мариуполе и окрестностях прошли относительно спокойно. Относительно спокойно – это когда дома мирных жителей не попадают под массированные обстрелы боевиков. Ну а так, на линии сопряжения боевые действия, минометные и артиллерийские обстрелы продолжаются. В целом, неделя для этой части зоны АТО выдалась достаточно горячей. Дошло даже до того, что боевики использовали системы залпового огня, чего давно не было. А так, 3 февраля дважды за сутки под огонь градов попадал поселок Сартана. По сути, это пригород Мариуполя, и там ракеты взрывались прямо во дворах мирных жителей. В результате более двух десятков домов получили повреждения разной степени тяжести. Десяток улиц были обесточены, и только чудом никто не погиб. Вот последствия обстрелов приходилось ликвидировать очень быстро. Меняли побитый шифер, хотя бы на первое время закрывали разбитые окна целлофаном, потому что уже в ближайшие несколько дней при Азове ожидает серьезные заморозки. Ну а мы работаем здесь, на Мариупольском направлении, и следим за развитием событий. Студия. Спасибо, коллега. Наш военный корреспондент Руслан Смещук рассказал последние новости из Мариуполя и его окрестностей. Вот, кстати, эти обстрелы еще и Мариуполя настораживают. Все-таки, если ситуация обострится еще и там, как в Авдеевке, то Украине понадобится очень серьезная поддержка западных стран. Прежде всего, конечно, США. А вот там такое впечатление, что выборы не закончились. Не то, что каждое решение, буквально каждое высказывание Дональда Трампа вызывает такую реакцию, как будто борьба за власть все еще в разгаре. Но все-таки в Белом доме уже две недели новый хозяин. И похоже, что в следующие четыре года США проживут в таком же темпе, который Трамп демонстрирует сейчас. О первых шагах президента США и о том, смогут ли американские политики уделить внимание не только американским проблемам, если они по-настоящему обострятся. Дмитрий Анопченко. Они опять выходят на митинги. Те, кто не согласен с Трампом. В Нью-Йорке в эти выходные акции протеста. В Вашингтоне марш. Люди, растревоженные слухами о том, что новый президент ограничит права однополых семей. Мы будем сопротивляться, какие бы права администрация Трампа не попробовала у нас забрать. И напуганной перспективой закрытых границ и депортациями. Иммигранты, беженцы, сирийцы, мексиканцы, женщины. У всех сейчас хватает претензий. Претензий у противников новой администрации действительно хватает. Ведь после иммиграционных распоряжений Трампа уже аннулировали 100 тысяч американских виз. И хотя в эту пятницу федеральный судья в Сиэтле предписала Белому дому частично остановить исполнение указа, в страну теперь все равно пустят только тех, у кого на руках есть действующие визы. Да и то судебный запрет явно продержится недолго. Минюз США уже готов к обжалованию. А сам Трамп назвал запрет смехотворным. Но противники нового президента поняли, иммиграционный указ его слабое место. И намерены обжаловать документ в десятках, а то и сотнях разных судов. Ведь решение каждого из них, в каком бы штате его ни приняли, действует по всей стране. Вот и хотят взять Белый дом измором, завалив администрацию Трампа исками. Мы со всеми нашими партнерскими организациями договорились начать судебную тяжбу. И это будет главная стратегия. В Вашингтоне шутят. Пожалуй, впервые президента критикуют не за то, что он забыл о своих предвыборных обещаниях, а за то, что начал их выполнять. Трамп действительно рьяно взялся за свой избирательный список. Подписывает указ за указом. И американцы оказались к такому не готовы. И пока одни, глядя новости, поддерживают Трампа, другие готовы на все, лишь бы перемен не было. История вот этой семьи типична для сегодняшней Америки. Беженцы. Десять недель всеми правдами и неправдами через десятки стран добирались до Штатов. То дальнобойщики подвезли, то пешком шли, то на автобусах, то на лодках плыли. По два-три дня ничего не ели. Одиннадцать месяцев в иммиграционной тюрьме, три года бумажной волокиты, просят статус и пособие. И когда все уже почти утвердили, внезапный отказ на основании указа Трампа. Я плачу и спрашиваю у Бога, где я, что с моей жизнью. Я оставил родину, родители, я все потерял. Но сейчас тут то же самое. Мне здесь так же плохо. Таких историй тысячи. Просто не все готовы рассказывать их на камеру. Я слышал о случаях, когда человек уже успел въехать, а его супруг или родители нет. И не въедут. Теперь будут разлучены семьи. Под удар попали украинцы. Первый случай. В Сиэтле, где семья Юрия Карпенко, он, жена и ребенок, в Штаты попасть успела. А родителям жены с тем же статусом беженца во въезде внезапно отказали. Миграция громкая тема. И за ней незамеченными остались другие решения Трампа этой недели. Указы по финансовому регулированию, давление на крупные компании, заставившие их отказаться от переноса своих заводов из Штатов и начать новые проекты на территории страны. А это только в январе 200 тысяч рабочих мест. Да Трамп не остановится. Все то, что мы увидели за эти недели, это то, что теперь целых 4 года будем видеть. И этот месседж многие сейчас повторяют. Мол, когда говорят, что Трамп непредсказуем, не верьте. Просто откройте его предвыборные речи. Дескать, он шаг за шагом идет по той программе, которую обещал во время кампании. Просто тогда лозунги казались нереальными. Но если так и будет, понятно и внешняя политика. Приоритет на одной-двух ключевых проблемах, к примеру, жесткая борьба с исламским государством и, увы, стремление избавиться от груза других проблем. И для Украины именно сейчас время сделать все, чтобы остаться в этом списке приоритетов. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. И это все на сегодня. Это были подробности недели. До встречи.